Правила для дающего, а также есть определенные правила для принимающего пожертвования. То есть, видите, тот, кто принимает пожертвование, как вы думаете, бывает такая внутренняя гордость человека? Я никогда у тебя не возьму, да? Или у тебя возьму, или вообще. И это и есть проявление гордыни. Поэтому, если вам дают деньги, да, или что-либо, берите, обязательно берите. Потому что, во-первых, если вы отказываетесь, это что получается? Гордыня ваша, да, проявляется. А с другой стороны, вы не даете другому человеку выполнить знаку, да? Потому что знака – это есть что? Заповедь. Заповедь. И человек, который дает, да, он также зависит от Бога, как тот человек, который берет, да? И даже, можно сказать, что ему это более нужно, бывает, чем вам. Но нельзя только в двух случаях брать. Если это связано, что вы берете, то, что вы берете с каким-нибудь нарушением закона, да? Ну, например, взятка. Если вас просят, значит, выполнить что-либо, связанное с нарушением закона, вы можете взять такой подарок? А он говорит, ну, это не взятка, а подарок. Вы не должны, правда? Вот. И второе, значит, вы не должны брать то, что конкретно, да, связано с нарушением заповеди. Ну, например, водку вы можете брать? Ну, я не говорю насчет свиной колбасы, да, ну, это, вы понимаете. Да, в других случаях, да, допустим, или сигареты. Да, если у вас, вам дают что-либо, не то, что вам нужно, да, вы можете это продать или передать другому человеку. Это ваше личное дело, да, но есть такие вещи. Вы стали бы продавать другому водку или сигареты, да? Вот. Если вы с кем-то, допустим, рассчитываетесь, я пришел ко мне человек, значит, ставить стекло. Ну, понимаете, я однажды так смирялся, что взял и расколотил свое стекло в кухню. Правда, метил кошку, а попал в окошко. Так меня кошка смиряла, смиряла. А потом расскажу, как кошки смиряют людей. Знаете, как они людей умеют дрессировать и строить? Ну, в общем, разозлился, я кинул эту кошку тяжелым. Стекло разбилось. Да, приходит ко мне наш дворник, я знаю, что он выпивает, да? Но есть такое правило, что всякий труд должен быть, что? Вознагражден. Он приходит, он мне ставит стекло, я не умею. Значит, мы договорились за определенную сумму. Все, я ему даю эту сумму. Он, правда, потом пошел напился. Да? А что, я вообще с ним не должен тогда дело иметь? А кто мне тогда поставит, да? Вы не отвечаете за то, как этот человек, да, куда потратить деньги, да? Некоторые думают, вот я не буду давать нищему, потому что он на водку потратит. А я не знаю, на что он потратит, да? Понимаете, вы не отвечаете за этого человека. Но если вы ему даете конкретно вино или водку, или, допустим, сигареты, или наркотики, то что это уже? Это уже нельзя делать, да? То есть, и если вам что-либо такое дают, должны ли вы это брать? Нет, вы должны конкретно сказать, что я верующий. Видите, даже если вы эти сигареты закопаете у себя на огороде, допустим, или спустите в унитаз эти наркотики, одно то, что вы их возьмете, это уж то, что будет означать? Хулу на Духа Святого, хулу на Бога, да? Ну, не на Духа Святого, а на Бога. Потому что если вы верующий, и будете такое брать, что это будет? Да? Вы сами понимаете, имя верующих будет хулиться, и, в конечном счете, и Бог будет хулиться. Поэтому только два случая, когда вы ни в коем случае, ни под каким видом, да, не должны брать. Если из вас потом потребуют нарушения закона. И второй случай, если, значит, будет, это связано с какими-нибудь хулой на Бога, да? А вы, еще раз говорю, не отвечаете за то, что вы даете деньги. Ну, если вы делаете подарок, и что вы должны, конечно, давать такой подарок, который человеку полезен, да? Либо лучше дать деньги, если вы не знаете, что человеку, ну, в данном случае, может, ему что-то нужно другое, правда? Вы ему, к примеру, подарите часы, а ему нужна другая вещь. А у него уже трое часов есть. Ну, может такое быть, да? Ну, тем более нельзя дарить такие подарки, которые, типа, на тебе не можешь, а тебе не гоже. Вы можете дать какую-то старую вещь, но она должна быть в таком состоянии, что вы бы сами ее, что? Носили бы, да? Если вы ожидаете такую вещь, которую вы и сами не одели бы, то, понятное дело. То, что с другим надо делать так, как ты хочешь с тобой. Ну, полезно раз в год обновлять свой гардероб. Вот такое правило. Если вы год не одевали эту вещь, значит, точно она вам не нужна, правда? Потому что у людей обычно скапливается что-то. Но она там два-три раза вы в ней походили, она в хорошем состоянии. Если у вас даже есть какие-то повреждения, вы можете зашить, заштопать, но вы не должны давать рваную вещь, да? Грязную, мятую вещь, вы понимаете. То есть, должны давать то, что вы сами хотели бы, как говорится, получить, да? В таком положении. Вот. Но не должны рассчитывать, что этот человек, с него хватит и этого, да? Но тот, который получает, тоже имеет определенные, да? Это предостережение. Он имеет тоже определенные предостережения. И тоже должен выполнять определенные вещи, то есть, соответствовать каким-то стандартам. Если мы посмотрим, да, мы говорить будем о бедных людях, вот, то бедные люди тоже можно разделить их, как бы, на несколько категорий. Есть бедный человек, называется они. А-ни. Не о-ни, да? А-ни. Айн, нун, ют. А-ни. А-ни означает бедный, и то же слово идет смиренный, да? Бедный и смиренный человек. То есть, этот человек бедный, да? Но он что? Как мы, есть такое выражение, которое мало понимают, убогий. Тот человек, который зависит от Бога и полагается на Бога, потому что не на кого полагаться, да? Вот. Но есть люди бедные, но озлобленные в разной степени озлобленности. Есть эвьон. Э-ви-йон. Эвьон. Эвьон от глагола «желать». Это тоже бедняк. Но он недовольствуется своим положением и желает его изменить. Он выражен обращаться за посторонней помощью. Только неудобства, болезни и страдания могут вывести человека, а-ни, да? Из благодушного состояния и превратить ее в эвьон. Ну, например, рабство евреев. Это евреи были не в положении а-ни. Они не были смиренные, да? Они были в положении эвьон. Пример Нового Завета. Если ты раб, да, оставайся в таком положении. Но если ты можешь изменить его, то что? Стараться изменить. Это позитивное положение, да? Позитивное. Кстати, эвьон от слова «авон», да? Помните, что «авон» означает? Да, с одной стороны грех, но с другой стороны это что? Это желание, да? Это желание. То есть такой человек желает изменить свое состояние. И надо ему всячески таким образом помочь. Реабилитация. Реабилитация людей очень важна. Потому что вы знаете, что часто человек смиряется со своим положением. И бомжи, например, ну они не хотят, даже если им дают какую-то работу, они не хотят работать. Либо работают плохо, да? Либо вообще. Уходят. Их это устраивает положение. Поэтому необходима реабилитация. И вы знаете, Иоанн Кронштадтский, например, да? Он сделал крупный реабилитационный центр на Кронштадтском острове. И Кронштадт, то есть на острове Котлин, по-моему. На острове Котлин, Кронштадт. И там была целая мастерская. И эти люди научались работать, да? Потом они уже получали определенную профессию. Вот очень интересно, я когда изучал эпоху императора Истиняна, помните? Я вам рассказывал, я даже книгу об этом писал. То у Истиняна была жена Феодора. Очень интересная женщина. В общем, они все были почти одногодки. Когда он у них женился, 25 лет было. Ей, друзья у него были, им тоже примерно до возраста. А через 10 лет она стала императрицей. Ее мать была вдовой, и она просила милостыню. И даже однажды в отчаянии она бросилась, ну как не бросилась, а стала со своими детьми. Вот вы видели таких нищих, которые ходят тут, стоят возле перекрестков, да? Рискуясь жизнью, да? А эта женщина с тремя своими дочерьми, она стала поперек несущихся колесниц на стадионе в отчаянии. Потому что ей никто не помогал. И вот эта женщина, Феодора Старшая, она вначале стала актрисой мимо. Ну, мимо, ну, пантомима, да, у нас это вот сейчас невинное зрелище. А в те времена это было то же самое, ну, как сказать, порнозвезда, да? Вот эти мимы разыгрывали то, что мы видим, порнографию прямо на площадях театров. Порнофильма уже не было, она не снималась. Это 500-й год, да, примерно в 500-м году она родилась и умера в 547-м или 548-м году. Да, и вот эта женщина сначала так вот зарабатывала. Затем она понравилась и стала содержанкой, да, в публичном доме она сначала была, гетерой. Ну, гетеры это немножко больше, чем проститутки. Это похоже на гейши, да, вот как гейши в Японии. Затем стала содержанкой одного из губернаторов африканских. И уже в Александрии она познакомилась со своим будущим мужем. И до этого был, это в христианской стране происходило уже в христианское время, да, в 500-е годы. И полюбил он, он был племянником императора. И император специально отменил указ, который запрещал дворянам и офицерам жениться на актрисах. Помните? Были такие указы и в царское время. И они поженились через буквально несколько лет, да, в 30-м году, значит, и в 30 лет было, они стали императором и императрицей. Через 5 лет произошел государственный переворот, и она спасла своего мужа и спасла империю. Ну, и еще где-то 10-15 прошло, да, и она погибла от рака молочной железы. Но эта женщина не только выкупила своих сестер из публичного дома, она очень заботилась о тех девушках, которым приходилось этим заниматься. Она помогала им, выкупала их, или те сами приходили, были швейные мастерские основаны, да. И она умерла, вот где-то ей 45 лет было примерно. Естиньян прожил еще долго, он где-то 70 с чем-то лет умер. А? Ну, может, потом я вам расскажу. Это к делу не относится, мы сейчас говорим о благотворительности, да. Вот она создала ряд таких реабилитационных мастерских. Про них говорили, про эту супружескую пару, много хорошего и много плохого. Но когда она умерла, то решил сделать муж достойный памятник своей любимой жене. И этот памятник любви мы сейчас видим, это Аят София. Или вот мечеть, она сейчас, а был собор, Софийский собор, да, в Константинополе. Вот такая это память о любви. И сама она, естественно, выйдя замуж, никогда не занималась порочными делами. Хотя ее сестра Антонина, она вышла замуж за Елизария. Помните, генерала и друга. Так та спала чуть ли не со всеми офицерами полка. Ну, это уже личное дело каждого, да. Но такая удивительнейшая женщина была. То есть, людям нужно реабилитирование, да. И есть еще третья категория людей, которая называется Рэши. Злыни. Рэши. Да. Ра, да, через Р и Айн. Раин. Ра означает зло. А Рэши? Злыдень, да. Точный перевод злыдень, да, как получается. То есть, это бедные люди, но они злые на Бога, да, и на кого? И на всех окружающих людей, да. Вот. То есть, чтобы понимали, есть разные категории людей. Естественно, и те, и другие, все они нуждаются, да, нуждаются в помощи. Но есть разные люди, которые по-разному... Вот у меня еще интересный такой анекдот. Понимание природы бедности. Значит, школьникам американским дали домашнее задание. Написать сочинение на тему «Бедная семья». Ну, и одна школица написала. Жила была бедная семья, мама была бедная, папа был бедный, дети у них были бедные, швейцар у них был бедный, и шофер у них был бедный, и горничная у них была бедная, и садовники у них бедные, и все они были бедными. Машей Лейб, сказал Машей Лейб из Сысова, сказал, как легко бедняку надеяться на Бога, так как не на кого, кроме него, надеяться. И как трудно богатому надеяться на Бога, когда все, что он делает, все, что он видит, призывает его «надейся на нас». Да, вот деньги все эти призывают «надейся на нас». Если у кого-либо нет постоянного источника заработка, мне ясно, чем он живет – верой и надеждой. Но чем живет тот, у кого есть заработок? Написал Арабий Симхам Бунин. «Богатый человек, не помогающий бедным, ворует у них, ибо избыток богатства для того и дан, чтобы оказывать помощь». Так сказал Арабий Насон Шерман. Видите, для чего существуют богатые и бедные? Чтобы бедные помогали богатому, да? Если у кого-то чего-то много, то он должен поделиться с другим. Да, ну вы знаете, Робин Гуд был хорошим человеком. Он отбирал богатых и забирал себе, потому что был бедным. Правда? Бедные тоже должны иметь определенные правила. Вот какие правила. Первое правило. «Принимай пожертвования только в трудную минуту». «Сделай субботу будним днем, но не луждайся в милостине». Это Тат-Шаббат, который посвящен субботе. То есть «сделай субботу будним днем, но не луждайся в милостине». Итак, за выполнение заповедей, если оно мешает человеку работать, может оно быть отложено? Да, может. Потому что если, даже говорят, ты помогаешь родителям, помогаешь отцу, ты можешь даже просить, если у тебя нет денег, да? Ты можешь даже просить на паперте, то есть стоять возле синагоги и просить милостыни. Но все равно ты должен им помогать. То есть здесь не имеется в виду, что вообще надо нарушать субботу, да? Но в данном случае говорится о чем? О том, что если ты в таком тяжелом положении, да? Хорошо. Не следует человеку пользоваться тем, что он учит Тору. Не делай их, то есть слова Торы, которые ты учил венцом, чтобы возвеличиваться им, и не делай их мотыгой, чтобы копать. Это тоже из перкей, а вот. Зарабатывай разделыванием туш на рынке, но не говори, я КГН, я большой человек. В том смысле, что лучше заниматься самой непочетной работой. Вы понимаете, что те люди, которые туши разделали, они касались нечистотами, да? И считались они чистыми. Но лучше заниматься разделанием туш на рынке, но не говорить, я КГН, я большой человек. Нельзя обманывать, то есть притворяться увечным, больным или многодетным, если в действительности это не так. Учили наши мудрецы, тот, кто закрывает себе глаз, то есть делает вид, что он слеп, или выпячивает живот, то есть делает вид, как будто он сдулся. Но это не такой живот, как у меня, знаете, когда уже человек находится в такой стадии голодовки, когда уже организм его не принимает пищу, да? Нарушается ферментация, и перистальтики кишечника нет, и говорят, живот вспух, да? Живот вспух. Некоторые так делали, чтобы он сдулся. Или делает вид, что хромает, не освободится от этого мира, пока с ним этого не случится. То есть, пока не случится, что выйдет. Я сам наблюдал один такой случай, уже будучи верующим, когда был врачом, Бог исцелил одного человека от эпилепсии. И этот человек не болел эпилепсией, прошло уже год с чем-то, ну, вы знаете, вызывает на диспансеризацию, да? Если нету припадков, значит, либо инвалидность снимают, либо переводят на более низкую степень инвалидности. И он заявил на комиссии, что у него были в течение этого времени постоянные припадки. Что вы думаете, на следующий же день случился эпилептический прикадок с ним? А я сам вот это наблюдал, да, будучи врачом, вот такие вещи. То есть, тот, кто притворяется, да, тот, кто притворяется больным, так обязательно это с ним случится. Да? Если кто-то притворяется хромым, то он поломает такие ногу. Бог поругаем не бывает. Следует возвратить деньги, когда удастся их заработать. То есть, если обстоятельства бедняка улучшаются, он должен постараться вернуть эти деньги тому, кто им дал. Но если он не знает, кто это, он должен эти деньги отдать другим бедным. Правда? Вот человек получил деньги, разбогател. Он либо возвращает эти деньги тому человеку, который помог, даже если тот не требует, либо должен отдать другим. Для чего? Чтобы они тоже могли восстановиться. Правда? Нельзя смущать бедного, видите? Нельзя человеку требовать отчета за то, что он дал милостыню. То есть, если ты дал милостыню, а потом говоришь, ну, я тебе там дал 200 рублей, на что же ты их потратил? Да? Поэтому, если давать тайну, то, естественно, будут устранены эти факторы. Следует заниматься благотворительностью не по обязанности, а для того, чтобы в самом деле поддержать бедного. Конечно, хорошо, если ты это делаешь с целью выполнить заповедь, но хорошо просто из доброты, даже еще лучше, из любви поддержать бедного. Если милости не подается неохотно, то некоторые, равенны, говорят, что лучше ее не давать. Человек должен знать, когда и как давать пожертвования, и как принимать их. И есть еще определенные вещи, которые являются обязательными подарками. Мы будем немножко говорить о десятинах, хотя сейчас и не цель десятины, но следует упомянуть, что есть определенные формы десятины, да? И с десятины левита. Кто левиты в данном случае имелись в виду? Это люди, учащие Торы или находящиеся на полновременном служении, допустим, в церкви, да? Сейчас нет у нас сословия левита как такового. Ну, то есть, кто-то помнит, что он ливановский, ливандовский. Ну, там кто-то может еще доказать это разусловными, но не об этом сейчас ищите. И когда говорят, у нас левитское служение. Ну, левиты очень многим занимались. Значит, мусор убирать, по большому счету, в зале это тоже левитское служение. Потому что были определенные левиты, которые этим тоже занимались. Поэтому нельзя говорить, что левитское служение только те, которые поют, да? Ну, в данном случае, в широком смысле, значит, левит, сирота, вдова и так далее, это что левит? Это тот, кто занимается учением, да? Естественно, тот, кто занимается учением, у него нет времени, чаще всего на какие-то другие вещи, да? Да, человек на полновременном служении, какое бы это служение ни было. Вот, и сирота, вдова, то есть, мы говорим о каких-то категориях людей, которые нуждаются, да? Которые нуждаются. Вы понимаете, иногда такое вот принятие, ну, странное, странное, например, у пятидесятников странных, какое-то было такое, что женщина, ну, если она старейшина церкви, ну, не старейшина, как это называется? Дикониста, да, ну, так далее, были на женское служение и так далее. Вот она может быть только, если она вдова. И совершенно о другом, да, говорится? В Новом Завете, если вы почитаете. То есть, есть разные такие вот странные закидоны, что она там была вдова, омывала ноги святым и так далее, да? Это не говорится о служении в церкви. Вы сами понимаете. Вот, если что имеется в виду? Что если и родители, да, допустим, бедные, а дети им не помогают, то что? Должны детей заставить помогать родителям, правда? А кто поможет сироте, вдове? Да, вы понимаете. То есть, кормильца нет. Вот поэтому там говорится, что только определенная часть людей, и там говорится именно о спомоществовании, а не о служении. Вот для того, чтобы были определенные, точно выделенные части бедным, и существует такое понятие, как десятина, да, десятины и подарки. Подарки бедным – это не то, что я вот захотел, подарил, да? Это определенные правила. Определенные правила собирания урожая. Ну, евреи, вы понимаете, были сельскохозяйственным народом, да? Поэтому и правила эти даны как примеры. Как даны, как примеры. Хотя они и сами по себе правильны, но мы можем это расширить в духовном смысле, правда? Смотрите, человек должен обделять подарки бедным от урожая своего поля, от садов и виноградников. Какие же подарки? Значит, «Пе», «Лекет», «Перет», «Олилот», «Шиха» и «Десятина бедного». Эти подарки, кроме «Десятины бедного», не имеют определенных размеров, установленных Торой. То есть, это вещи, которые не имеют ограничений. Сейчас мы посмотрим, что это такое. «Ва икра», то есть «Левит», да? «Ва икра» 19, дробь 9. «Когда будете сжать жатву земли вашей, не завершая жатву края поля, край означает что? Пе-а». Пе-а. Пе-а. А, кстати, как множественное число? Пе-йот. Да? Пе-йот. Пе-йот. А ашкиназы, как говорят? Пе-йос. Пе-йос. Да. Или отсюда произошло пейси. Потому что есть такая еще заповедь, да? Когда ты вреешься, да? Края бороды не нарушай. Поэтому некоторые оставляют пейси. Пе-йос. Я, видите, тут в центре брею. Край бороды я не нарушаю. Есть люди, которые просто оставляют небольшую бородку. То есть, опять-таки, для края мы не можем определить, что такое край бороды, да? И мы не можем определить, что такое край поля. Мне сказано, вот край поля – это метр, допустим, от дороги. Нет определения, что такое край поля. Каждый понимает это по-своему, да? И более щедрый хозяин, он что будет? Больше этот край поля оставлять. То есть, когда ты жнешь, то вот эта часть, которая идет на крае поля, она принадлежит бедными, да? И помните, Ишуа тоже брал колоски, да? Вот, и кушал. Вот интересные обычаи. Ну, Австралия – тоже христианская страна. Оказывается, я узнал, ну, сейчас, может, уже не существует, сейчас уже люди изменились, существовал в Австралии. Австралия и Аргентина являются основными, так сказать, житницами мяса во всем мире. Больше всего мясного скота в Австралии и Аргентине. И поэтому там разные овцы и так далее, их на мясо сдают. И овечьей шкурой они не считают за большую ценность. Берут овцу, забивают, да? Мясо сдают, а шкуру вешают на крае поля для кого? Для бедных, да? Кто хочет, может, взять. Это в христианской стране. Ну, сейчас, я не знаю, сейчас уже все люди изменились. Итак, пеа означает краль, край, да? Да, может быть, край поля, край бороды и так далее. То есть, не завершая жатву края поля твоего. И упавшие колоски, да? Лекет колос, колосок лекет. Жатвы твоей не подбирай. Вы помните, что с точностью, да, наоборот, осуществлялось это в Сталинском. Законное забирание колосков, да? Руд бы, наверное, получила 10 лет без права перепуска. Вторая заповедь, значит, первая пеа и лекет. Вторая заповедь, воикра 19, дробь 10. Девять, то 9, а то дробь 10. Значит, вторая 19, дробь 10. И виноградник от твоего не обирай до чисто. И вот эти виноградные ягодки, которые остаются, да, они называются олилот. Что значит олилот? Алла. Что означает? Поднимать, да? Поднимаемые. Когда ты собираешь виноградник, то у вас обязательно остаются маленькие кусочки, гронки, да, или отдельные ягоды, которые падают на землю. Их собирать нельзя. Они должны быть бедными. Вот эти олилот, вот эти кусочки, да, которые падают от гроздей. Либо перет, ягоды, при плоды, да, олилот или перет. Не собирай. А также не проходи виноградник по второму разу, чтобы собрать то, что ты забыл. Бедному и пришельцу оставь их. Когда вы собираете виноградник, у вас могут быть остаться какие-то грозди небольшие, которых вы не заметили, да, за листьями. Второй раз обирать нельзя. Я вам уже рассказывал, что мой дедушка об этом говорил. Я не понимал, я спрашиваю, а зачем? Вот так надо. Ну, они же чистые, но лежат тут, вот эти грозди маленькие, да. Надо собрать? Нет, нельзя. У меня тоже был, когда вот свой сад, у меня очень хороший виноград был. Может, кто приходил тогда еще, может, кто-то помнит. Среди вас, по-моему, нет уже, да. Хороший у меня был изюмный виноград, такой, значит, без косточек. И это было на крае забора. И когда там кто-то приходил, забирал, смотрю, женщина какая-то забирает, она говорит, поди ей скажи. Я говорю, пусть собирает. Да? То есть она есть, это край поля. Но когда она уже взяла полиэтиленовый пакет и начал запихивать в полиэтиленовый пакет, то твоя уже душа забрала, заграла. То есть больной, 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 все, у меня больной. Бедный человек, да, значит, может собрать столько, сколько ему необходимо на один раз. Но если он уже начинает нагло тебя обирать, да, приходит с ведром и начинает собирать все винограды или все своего поля, ну, тут имеешь право, конечно, соответственно, сказать. Итак, виноградники, вот эти ягодки, эти бубочки, как это говорят, ну, знаете, три-четыре ягодки там на дно. Вот это называется аллилот, то есть поднимаемые, или перет, плоды, при, да, не собирает. Следующее, Дворим 14, 28, говорит, по истечении трех лет возьми свою десятину от урожая твоего этого года и оставь в воротах твоих. И придет ли вид, потому что нет у него доли, и удела с тобой, и пришелись сирота, удова, которые в воротах твоих, и будут есть, и насытятся. Вы понимаете, что это надо не напрямую, понимаете, если я положу мешок с картошкой в своих воротах, неизвестно, кто придет. Помните, что когда говорится в воротах, это где говорится? Помните, что в воротах осуществлялось? Да, в воротах осуществлялось местное самоуправление, да? То есть, ты должен подойти к тем людям, которые отвечают за распределение. Ну, так как у нас не занимаются этим в воротах города Одессы, на седьмом километре где-то въезд в Одессу, да? Не стоят же там в воротах специальные стражники. То поэтому нужно прийти там, где гуманитарную помощь распределяют, да? Приносишь то, что нужно, или десятую часть от своего удела, потому что придет левит, нет у него доли удела с тобой, пришелец, сирота и удава, и которые в этих воротах будут есть и насысятся. Опять говорится, не в воротах физического в смысле, да? А то место, где находится хранение и раздача гуманитарной помощи. Еще. Дворим 24, дробь 19. Дворим 24, дробь 19. Когда будешь сжать жатву свою и забудешь сноп в поле, слово шахах, шахах означает забывать, да? Поэтому забытое называется шиха, два х. Шиха, шахах, означает забывать. Шахахте, я забыл, да? Энкорах, лишкорах есть такая песня, нет? Сил забывать. Да, поэтому забытое называется шаха. Если забудешь снов в поле, не возвращайся, чтобы взять его. Пришельцу, сироте, и вдове будет он. если ты забыл на остановке сто долларов в своей сумочке, выпало, не возвращайся. Однажды мне нужно было ехать в Ильичевск, да? меня как раз туда денег на проезд не было. Идет моя жена на остановке, автобус находит 10 гривен. 10 гривен. Еще проходит езг кашевом, и еще находит 10 гривен на обратную дорогу. Серьезно? Ну, правда, чаще всего мне давали деньги потом уже на проезд. Но у меня были такие иногда времена, когда у меня было трудно, да? Вот, был такой случай. Представляете? Вот, забыл деньги, ну что, забыл, забыл. Конечно, если ты сразу вернешься, а если нет, значит, пойдет как будто, может, Бог так сделал, чтобы ты забыл эти деньги, да? Вот, бывает, расплачиваетесь вы, там, маршрутки, и у вас там 50 копеек где-то падает. У меня сейчас такое бывает. Подбираете вы их или нет? Оставьте, да? Пусть кто-то подберет. Шаха. Шаха, да. Ну, если у вас 50 рублей останется, конечно, лучше подобрать. Да? Помните, идет этот самый Рэбе со своими учениками, суббота, смотрит, лежит 50 шекелей. А он раз их в карман. Рэбе, ты же учил, что деньги нельзя поднимать субботу. Да, 50 шекелей, разве это деньги? Ну, шекель, это примерно гривна так. Хорошо. Следующее. Есть еще время у нас, да? Дворим 24-20. Когда обивать будешь маслину свою, то не обирая за собой оставшихся плодов, пришельцу, сироте и вдове будут они. То есть, это говорится о маслине. Так же самое, как остающиеся внизу, да, мы видим виноградины, так же вот те маслины, которые не собрал, да, остаются. То же самое оставляешь сироте, пришельцу и так далее. Дворим 24-21 опять то же самое говорит, подытоживая, как бы будешь собирать виноград, жать жатву твою и забудешь снова поле, тоже шиха забытое, не возвращайся, чтобы взять его. Пришельцу, сироте и вдове будут они. И дворим, дворим мы знаем второзаконие, да, 26-12 когда кончишь отделять десятину от всего урожая своего в третий год, а дашь ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, будут есть они в воротах твоих и насытятся. То есть, видите, пиа, мы говорили, это что, край поля и пиа не ограничена. Лекет, колоски, тоже их не следует поднимать. Независимо от того, края поля или не края поля. Если упало рядом два колоска, это лекет. Если больше, то это уже не лекет. Может, вы сноп уронили, да. Перед виноградины, тоже их не поднимают. Аллилот, виноградная кисть, безвежние нижние части, то есть, вот эти маленькие бубочки, грозди, их тоже не собирает. Шиха, снопы, которые в поле, их нельзя собирать. И мы говорили, что помимо подарков, которые дается бедным постоянно, существует еще десятина бедного. Фактически, в семилетнем цикле это было два раза. В течение семилетнего. Помните, есть первая десятина, вторая десятина, десятина сиротеев до век, а она же в некоторые годы, это что касалось, отчего? Ты должен себе был иметь десятину. Для чего ты должен иметь себе десятину? Чтобы хорошо покушать в праздник, да? Помните. А то бывает, что праздник наступает, а денег нет, да? Откуда их брать? Надо заранее об этом позаботиться. Есть определенные благотворительные организации и учреждения. И в каждой общине еврейской должны быть такие благотворительные учреждения. Ну, прежде всего, это благотворительная касса, это может быть касса взаимопомощи, а также касса, которая делится на определенные нужды. Касса пожертвований на невест, чтобы оказать поддержку девушкам из бедных семейств, когда они выходят замуж. Касса для поддержки больных. Как она называется? Купа – это касса, да? Купат Халим, да. Купат Халим – больничная касса, да? Купат Халим. И вот видите, «Я коза, дереза, за три купи куплено пиво куплено, сколь у тебя рогами, да? Йишками задобчу». А за три купи куплено. Что же это за купи? Видите? Купа. Купа, оказывается, означает касса. Итак, купат Халим, то есть для больных. Так же касса, которая должна быть при Хеврат Кадиша. Что такое Хеврат Кадиша? Хавер – это товарищ, да? Буквально на словах присоединять. Хеврат Кадиша – святое братство. Это люди, которые занимаются похоронами. Да? И вы знаете, что для похорон нужно тоже собирать деньги. Ну, так и было и в советской. Вот. Можете делать еще такая благотворительность, называется «на халяву». Слышали? Да нам, царям, надо балоко бесплатно давать, да? То есть по субботам, а иногда бывали и в будние дни, халяв, молоко, да, давали бедным. Они, получается, получали, да, все на халяву. И, видите, как говорят, то, что балоко давали бесплатно определенным категориям населения, это все от еврейской традиции. Ну, вы знаете, что коммунисты, по большей части, все-таки тоже евреи были, да? Многие еврейские традиции, они... Ну, у нас тоже хорошо такие традиции иметь. Я еще раз говорю, да? Мы евреи или еврейская община, это евреи и присоединившиеся к ним не евреи, да? Герей Цадек или другие, да? Герей Ташал. То есть мы должны иметь хорошие очень традиции. Для поддержания жителей Израиля тоже существовала специальная касса. И многие раввины этим занимались, тем, что они ездили, да, в другие страны, где жили евреи, и собирали для евреев Эрес-Израэль. Павел этим занимался? И помните, он говорил, сделайте себе такую кассу, чтобы в первый день недели, то есть после окончания субботы, это когда? Да, субботу вечером, да? Вы делали себе пожертвование, да? Откладывайте, а я потом заберу все из этой кассы. Есть очень хорошая такая еврейская традиция, это копилка, да? Копилка, то есть детей уже заранее приучают к цдоке. Но эта копилка вообще существовала не для того, чтобы дети накопили и себе велосипед купили, да? А для цдоки. А для цдоки такие копилки дарились. А были специальные копилки синего цвета, синяя копилка, для поддержания Израиля. Знаете? Слышали такую от организации? Синяя копилка. То есть пожертвования для жителей Израиля. Также существовала раньше отдельная касса для выкупа пленных. Когда выкупали рабов евреев, у работорговцев и освобождали их. Ну, а кто у нас сейчас на положении пленных, например, может быть? Ну, заключенные, например, да? Может быть касса помощи заключенным? Да. Может быть, должна такая касса быть, а? Ну, понятное дело, но иногда бывают люди нуждающиеся. Есть заключенные, которые болеют с заболеваниями различными. Турбикулез сейчас видите. Тоже, да. Разумеется. Значит, для поддержки заключенных. Хорошо. У нас конец уже, да? Хорошо. Тогда продолжим. Завтра. Завтра у нас Бикур Халим. Завтра у нас Бикур Халим.